Сегодня на библейском портале Экзогет мы вспоминаем события Страстной недели, Святой и Великий понедельник. В этот день вспоминаются события проклятия Смоковницы, власть учить, притча о двух сыновьях, притча о злых виноградарях и свидетельство Христа о своем пришествии и о признаках кончины века. То есть одна из его прощальных бесед на Елеонской горе. На утренний Великого понедельника читается Евангелие от Матфея, 21 глава, с 18 по 43 стих, зачало 84. И оно начинается словами. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал и увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек, и смоковница тотчас засохла». Надо сказать, что в это время года, это весна, смоковница и не должна цвести. Созревание смоковницы происходит значительно позже, и такие действия Христа представляются как бы лишенными смысла. Но это далеко не так. Смоковница, наряду с виноградной ветвью, это один из образов еврейского народа в Ветхозаветной Церкви, от которой Господь ожидал зрелых плодов на этом древе, за которым ухаживали патриархи и пророки. Но еврейский народ во время посещения его Сыном Божиим оказался совершенно не готовым к встрече с ним. И вот это событие происходит как раз в Великий Понедельник, смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Возможно, что их удивило и само это чудо, и само это требование Христа от смоковницы получить смоквы в то время, когда их и не должно было быть. Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и гореться и скажете, поднимись и вергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Действительно, если мы обращаемся к Богу с молитвой и с глубокой верой, то Господь не откажет нам в своих благословениях. Трагедия еврейского народа – это трагедия еврейского народа в массах, но в своем остатке этот народ сохранил верность и Богу, и Христу. Верный остаток Божий в одни земной жизни Христа – это Дева Мария, это праведный Иосиф, обручник Девы Марии, это Симеон Богоприимец, это пророчица Анна, это апостолы из числа 12, это апостолы из числа 70, это жены мироносицы, то есть тот верный остаток еврейского народа, который принял Христа, и на момент его вознесения около 150 христиан составляли его общину от 120 до 150. Апостолов удивляет, скорее всего, и то, и другое. И далее мы читаем, 23 стих, «И когда пришел он в храм и учил, то есть в этот же Великий понедельник, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Хотя в своем сердце они уже решили убить Иисуса и даже и Лазаря, которого он воскресил, они как бы еще ведут себя нейтрально, задают ему вопросы и ожидают какие-то ответы. Итак, они спрашивают о принципе власти, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть? Этот вопрос остается актуальным и в наше время. Какой властью Церковь действует в этом мире? Кто дал власть христианским священникам отпускать грехи? Или не отпускать грехи? Накладывать прещение и освобождать от прещения? Подобные вопросы задают Христу. Иисус сказал им в ответ, «Спрошу, и я вас об одном, если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитали Иоанна за пророка? И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Сказал им и он, и я вам не скажу, какой властью это делаю. Власть Христа проистекает и от Бога Отца, и от самой ипостаси Христа как Бога и человека, который в своем Богочеловечестве соединяет небесное и земное божественное и человеческое. И власть Церкви – это то, что даровал ей Христос. И Церковь – тоже Богочеловеческий организм, ибо в себе она имеет то, что получает с неба от Бога и то, что проистекает от земли, от человечества. Церковь – это синергия между небом и землею, божественным и человеческим. Власть Церкви – это власть отпускать грехи. И Христос незадолго до своего вознесения дает эту власть Церкви, сказав, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Но еще до этого в Кесарии Филипповой он сказал апостолу Петру, что свяжешь на земле, будет связано на небе, и что разрешишь на земле, то разрешишь на небесах. А в Евангелии от Матфея 18, 18, он повторяет эти же слова в применении и ко всем остальным апостолам, что вы свяжете, что вы разрешите. Природа власти – это природа, независимая от этого мира, ибо власть Церкви и власть Христа все это простекает с небес. Далее мы читаем о притче, которую говорит Христос в Великий Понедельник. «И как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем, но он сказал в ответ «не хочу», а после, раскаившись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал «тоже». Этот сказал «в ответ «иду, государь, и не пошел», который из двух исполнил волю отца. Говорят ему первый Иисус говорит им «истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же и, видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Смысл этой притчи очень глубокий. Здесь говорится о двух людях, о двух сыновьях одного отца, и когда первому было сказано «сын, пойди сегодня работай в винограднике», он сказал «не хочу». То сказал «не хочу». Языческий мир, который не принял на себя ярмо Синайского откровения, Синайских заповедей Божьего закона. Но это неприятие идти по стезе Божьей и трудиться в винограднике Божьем, со временем все это прекратилось, и этот народ, точнее, масса народов стали искать, как исполнить волю Бога Отца. А другой сын, который на приглашение войти в труд отца, сказал «иду, государь» – это образ еврейского народа, который ответил на Синайское откровение «согласие исполню и выслушаю». То есть сначала согласие, потом желание им до конца понять, а на что он дал согласие. Это было дерзновение с их стороны, но многое из того, что они взяли на себя, они этого не исполнили. Ибо закон ослаблен действием человеческой плати, не способен поменять людей. Может быть, те, которые говорят сегодня Богу «нет», это и атеисты, которые нас окружают, но когда под тяжелыми обстоятельствами жизни они начнут искать путей Божьих, это будет означать, что их «нет» превратится в «да». А может быть, те, которые сегодня говорят Богу «да», через какое-то время скажут ему «нет», как в день вхождения Господа в Иерусалим толпа кричала «Оссанна сыну Давидову!» Но пройдет всего несколько дней и та же толпа будет кричать «Распни, распни его!» Это притча о двух сыновьях, это серьезное предостережение для тех, которые думают, что они стоят, но они уже упали, и надежда для тех, которые уверены, что они пали, но Бог может их поднять. А вот эти слова, которые произносит Христос, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, они переполняют надежды сердца каждого грешника, а почему они идут первыми? Мои третьи коллаборационисты, которые собирали подати на оккупантов, блудницы, проститутки, потому что у них не было иллюзий относительно самих себя, они знали, что они грешники, а Христос, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, и пришел в этот мир спасать неправедных, а грешных, и главная мысль послания к римлянам, Христос умер за нечестивых. И Павел, развивая эту мысль, пишет, едва ли кто умрет за праведника, а зачем умирать за праведника? Христос умер за нечестивых. Далее Христос предлагает другую притчу великий понедельник. Выслужите другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Хозяин – это Бог, который создал небо и землю, который насадил свой виноградник, виноградная лоза – это один из символов еврейского народа. Первый виноградник Божий – это Ветхозаветная Церковь Израиль. Обнес его оградой – это заповеди Божьи, которые удаляют нас от греха. Выкопал в нем точило, это доступ необходимой влаги, божественное откровение. Построил башню, это сторожевая башня, с которой пророки предупреждали народ о грядущих опасностях, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям, то есть к священникам Ветхозаветной Церкви, взять свои плоды. Виноградари схватили слуг его, иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Так евреи расправлялись собственными пророками. Опять послал он других слуг больше прежнего, то есть более значимых пророков, и с ними поступили так же наконец, то есть когда наступила полнота времен, послал он к ним своего сына, то есть Господа нашего Иисуса Христа, говоря, постыдятся сына моего, но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и завладеем наследство его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Здесь под образом виноградника является город Иерусалим, за стенами которого убивают Христа. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями, то есть когда суды Божии найдут на них. Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, то есть уверовавшим из язычников, которые будут отдавать ему плоды во времена свои, плоды это святые, из разных народов в данном контексте. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, камень это сам Христос, который отвергли строители, строители это иудеи, тот самый сделался главой угла, то есть основанием церкви, это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас царство Божие, то есть от ветхозаветных людей, и дано будет народу приносящему плоды его, то есть новому Израилю, не по плоти, но по духу. И следующее чтение «Великий понедельник» это чтение евангельское на литургии прежде о священных даров Евангелия о пришествии Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава с 3 по 35 стих зачало 98 «Когда же сидел он на горе Илеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили «Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Ученики уже взволнованы словами Христа, в которых он говорит и о предстоящих собственных страданиях и о замещении еврейского народа другим народом и все эти мысли они не могли их не волновать они как бы чувствовали что полнота времен наступает и они хотят узнать а когда же конец мира и признаки его второго пришествия и в наше время тоже есть очень много людей которые тоже задаются таким вопросом Иисус сказал им в ответ «Берегитесь чтобы кто не престил вас ибо многие придут под именем моим и будут говорить Я Христос и многих престят» то есть хотя этот вопрос о кончине века он волнует многих но здесь есть опасность подастся психозу всяких лжепророков лжехристов и оказаться под их влиянием и здесь сказано что они многих прелестят эти лжепророки эти лжехристы ложные религиозные системы то есть в последние времена таких будет достаточно много также услышите о войнах и военных слухах а чем отличаются войны и военные слухи войны это события которые совершаются а военные слухи это как бы комментарии этих событий обсуждения смотрите не ужасайтесь ибо надлежит всему тому быть но это еще не конец то есть предварительные военные конфликты они будут локальными но локальные перерастут в мировые столкновения мировые войны ибо надлежит всему тому быть но это еще не конец ибо восстанет народ на народ и царство на царство то есть локальные конфликты перерастут в глобальные мировые и будут глады и как результат военных потрясений в мировом масштабе голод моры эпидемия и землетрясения по местам то есть будет нанесен какой-то ущерб экологии нашей планеты и земля будет сотрясаться все это начало болезней возможно имеются ввиду болезни которые возникают в результате того что люди будут задействовать ядерное оружие лучевые болезни и сопряженные с этим оружием недуги тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое то есть отношение христианам изменится в последнее время и их будут предавать преследовать и тогда соблазняться многие и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга сначала неприязнь будет выплескиваться только на христиан по прошествии времени люди будут выплескивать ее друг на друга и многие лжепророки восстанут и превстят многих лжепророки это не только религиозные лжепророки но и политики которые что-то обещают нам на перспективу но все это оказывается ложью и по причине умножения беззакония а война и неприязнь одного человека к другому это всегда беззаконие во многих охладеет любовь претерпевший же до конца спасется то есть тот кто сможет пережить все эти сложные обстоятельства и не сломаться духовно и очень важная далее примета пришествия Христова и проповедана будет сие Евангелие Царствие по всей Вселенной во свидетельство всем народам и тогда придет конец то есть перед самым концом проповедь Евангелия будет совершенно открыта сейчас мы слышим проповедь Евангелия на Ютубе на телевидении книги религиозные доступны и вот этот последний призыв евангелизационный он обхватит обхватит буквально всю планету и тогда придет конец то есть после последнего призыва то есть Господь не оставит без надежды на спасение людей им будет предоставлен как бы последний шанс и будет осуществляться вот эта последняя евангелизация итак когда увидите мерзость запустения мерзость запустения имеется ввиду на крыле храма есть двойное объяснение будет восстановлен Иерусалимский храм и Антихрист воссядет в этом храме но Златоуст говорит несколько иначе он говорит нет иудейский храм не будет восстановлен речь идет о том что на крыле христианского храма христианской церкви в планетарном масштабе обнаружится отступничество когда христиане отступят от чистоты веры и Антихрист будет восцаряться именно в нашем христианском сообществе можно предположить что одно объяснение дополняет другое итак когда увидите мерзость запустения реченную через пророка Даниила стоящую на святом месте здесь вот мерзость запустения на святом месте храм который восстановит если даже восстановит иудеи почему он станет святым местом Златоуст похоже более прав потому что святое место это христианские храмы а тут получается что мерзость запустения проявится в христианских храмах итак когда увидите мерзость запустения мерзость запустения реченную через пророка Даниила стоящий на святом месте читающий доразумеет тогда находящиеся в иудее добегут в горы и кто на кровли тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего призыв добегут в горы имеется ввиду что необходимо в это время будет возвышать свое сознание или через самообразование или через исследование писания соединенное с такой постоянной молитвенной практикой тогда находящиеся в иудее добегут в горы и кто на кровли тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего то есть надо будет делать все это поспешно и кто на поле тот да не обращается назад взять одежды свои также в писании говорится что там двое на поле один берется другой оставляется двое в доме на постели один берется другой оставляется это будет уже восхищение верующих встретение Христу горе же беременным и питающим с остцами в те дни молитесь чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу зимой потому что это тяжелый период в смысле климата а суббота это когда мы пребываем в абсолютном покое суббота повередский шаббат покой и расслабились и вдруг неожиданно начинаются бедствия ибо тогда будет великая скорбь какой не было от начала мира до ныне не будет и если бы не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных сократятся те дни сам Христос молил Отца чтобы сократились те дни то есть дни последних искушений во дне Антихриста потому что иначе никто бы не выжил тогда если кто скажет вам вот здесь Христос или там не верьте имеется ввиду лжехристы их появится во множестве ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения чудеса чтобы привестить если возможно избранных ну самый великий чудесник будет Антихрист он будет мертвых воскрешать как бы огонь сводить с неба на землю и так далее поэтому те кто гоняются за чудесами они добегаются вот я наперед сказал вам и так если скажут вам вот он в пустыне то есть Христос в пустыне не выходите вот он в потаенных комнатах не верьте то есть пришествие Христа не будет пришествием в неком подполье а оно будет носить глобализационный характер ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада так будет пришествие Сына Человеческого то есть все узрят его пришествие ибо где будет труп там соберутся орлы святы отцы говорят что труп это Христос когда он умирает там соберутся орлы своей смертью он смерть попрал и как орлы апостолы воспарили по всему миру проповедуя воскресение Христова и вдруг после скорби дни тех солнце померкнет и луна не даст света своего солнце это новозаветное откровение луна это ветхозаветное откровение все это померкнет то есть обесценится в глазах секуляризированных людей то есть библейский критицизм разовьется в мире и звезды спадут с неба звезды это епископы которые посыпятся с неба в разные заблуждения потому что епископы это те которые обращают людей к Богу а те которые обращают людей к Богу о них сказано они будут сиять на небе во веки навсегда а епископы которые перестанут обращать людей к Богу а даже отвращать может быть они посыпутся как звезды это истолкование Ефрема Сирина и силы небесные поколеблются то есть все придет в движение тогда явится знамение сына человеческого на небе знамение сына человеческого на небе это крест и тогда восплачут все племена земные и увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных силою и славой великой то есть начинается уже пришествие Христова и пошлет ангелов своих с трубой громогласной и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их от смоковницы возьмите подобие когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья то знайте что близко лето то есть когда все это будет исполняться знайте что уже мир подходит к своему концу итак когда вы увидите все сие знайте что близко при дверях истинно говорю вам не придет род сей как все сие будет род сей это люди живущие во втором мире первый мир это мир который погиб в водах потопа второй мир это мир в котором мы живем он существует уже значительное время он сберегается для огня не придет род сей как все сие будет небо и земля придут но слова мои не придут то есть вот эти слова которые Христос изрекает великий понедельник они имеют такое же значение как и сотворение неба и земли потому что они говорят о том как Бог будет творить новое небо новую землю ибо конец этого мира означает начало мира другого